знаете что она делает она бронирует билеты а куда а сегодня мы нашли по хорошей цене фотик и сегодня ночью уедем в грошу ночная станция центру в итоге билеты купили и в 2 часа стартанем ехать нам 460 километров жесткая пересадка в 1 час никакого автовокзала на заднем плане все вы не и вот только заправка орлин со своими вкусными сосисками нас спасет так бы вот и не заправка стоять тут час двадцать пять на морозе аж минус один минус один ноль вообще-то подъезжали за местными он местные подскакали всех разобрали там такси вызывала за кем-то такси приехала вот такое путешествие и вот мы на месте он говорит поверните направо вот такое вот городишко а в коверне уже сидят да поснимаем для вас городок сегодня которым вы точно никогда в жизни не будете постоянно нас как матерых велосипедистов тянет сука нам велодорожку хорошо зимой ольга говорит хорошо зимой кнопка это вот чё говоришь твои химию распыляет да летает да теория загора химтрейлы химтрейлы какие то у них там эту всю заразу ютуб несет вот такие домишки с липаниной сейчас возьмем фотик пофоткаем что-нибудь приложим маленький домик втиснулся между новостроем и не совсем новостроем и 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 z subtitle и за и в А теперь немножечко информации. Гожев Великопольский до 1945 года, Ландсберг-Андерварте, город Рекеварта. Это административный центр Любужского воеводства. Население 125 тысяч человек по состоянию на 2006 год. До 1945 года город был связан с немецкой землей Брандербург, а после Второй мировой войны вошел в состав Польши. Гожев расположен в 53 километрах от границы с Германией и, как вы слышали в начале ролика, в 463 километрах от Варшавы. Ближайшие группные города это Познань 165 километров, Щецин 111 километров и Зеленый Гура 113 километров. Ратушь. Вот она ратушь. Гожев расположен на семи холмах, что дает огромную нагрузку на бедные ноги у велосипедистов. Город представляет собой крупный промышленный центр, истоки которого восходят к довоенной истории города. К 2020 году в городе получили развитие химическое, энергетическое, электронное, легкое, машиностроительное, фармацевтическое, автомобильное, металлургическое и пищевая промышленность. По городу население перевозит 41 дневной маршрут автобусов и три ночных, а также есть три трамвайных линии. Собственного аэропорта в городе нет. Также здесь можно где походить и на что посмотреть. В Гожеве есть четыре музея, как исторических, так и посвященных искусству и различным дисциплинам. Пять театров и собственная филармония. Силами города проводятся ежегодные мероприятия, ну, такие как музыкальные фестивали, международные конкурсы пианистов, джазовые праздники и другие интереснейшие встречи. В городе есть пять собственных радиостанций и выпускается четыре газеты. Также есть где получить высшее и академическое образование. Отдельно можно сказать про Академию Якубы с Парадижа, филиал Академии физической культуры, Институт медицинских наук, в том числе гематологии и ядерной медицины, Университет бизнеса и Центр профессионального образования. Прекрасно развита спортивная инфраструктура, действуют городские клубы различных направлений физподготовки. Однако город наиболее часто связывается с Пидвэем. Музей Любовский Музей был открыт 8 сентября 1945 года и стал первым музеем, открывшимся на западных территориях страны после Второй мировой войны. Инициатором его создания был староста Флориан Краенке, мемориальную доску которому вы видели ранее. До войны в Ландсберге уже существовал музей, действовавший с 1884 года, коллекции которого были либо уничтожены, либо разграблены. Одной из причин создания музея был сбор и защита памятников от разрушения и разграбления. Музей состоит из двухэтажной виллы, конюшни и флигеля, построенных в 1903-1904 годах для фабриканта Густава Шредера. Дендрологический сад, которому более 100 лет, занимает площадь 3,32 гектара. Расположен он практически в центре города. Создатель, к сожалению, сада этого неизвестен. Сад расположен на холмистой местности над террасой поймы Варты. Аллеи и дорожки петляют как бы в хаотическом порядке. С самой высокой точки открывается вид на Заварце. Весь парк разделен на несколько более мелких частей. Здесь есть лужайки, горный сад, овраг, покрытый глыбами известняка и лапидариум. К месту под названием поселение ведет лестница и реконструированная мегалитическая гробница, перенесенная из парка Чеховик. Внутри были найдены останки 17 человек, а также кремниевые орудия, янтарные украшения и два клыка дикой свиньи. И вот гуляя по парковым и садовым аллеям можно познакомиться с очень экзотическими экземплярами деревьев и пустарников. Место очень, конечно, атмосферное. И предлагаю погулять по ним и посмотреть, что там есть. В начале ролика я вам сказал, что вы вряд ли будете в этом городе, но вот найдя такое сокровище, мы склоняемся к тому, что, наверное, все-таки сюда вернемся еще раз и поподробнее изучим столь интересный город. КОНЕЦ Тут какое-то каменное основание, кирпичное. А вот там, это похоже на могильные плиты. КОНЕЦ Какие-то остатки строений. КОНЕЦ 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 Ух! Прикольно! Сломаску появляться ничего. КОНЕЦ 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 Субтитры сделал DimaTorzok Субтитры сделал DimaTorzok Субтитры сделал DimaTorzok Дима Торзок Субтитры сделал DimaTorzok Зато стоит и хранит память о нем Дима Торзок Дима Торзок Субтитры сделал DimaTorzok Дима Торзок Субтитры сделал DimaTorzok Субтитры сделал DimaTorzok Дима Торзок Субтитры сделал DimaTorzok Дима Торзок 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 Как вы понимаете, у нас тут зима в разгаре, плюс, наверное, 5 градусов, где-то есть, может, 3, а что, мы подъезжали, плюс 1 был, на компьютере прогноз плюс 5, вот, это всегда холодно, даже при 22 градусах. Вот, все зелененькое, снега нет, гористость, да, гористость, да, короче, надо самокаты покупать, электричные, как-то были, когда еще ничего не снимали, в туристическом гетто Абхазии, вот там погода зимой похуже была, и как раз, наверное, в эти времена, да? Вот такой мелкий построит себе, где-нибудь, в таком же маленьком городочке. Да. Безусловно, ну, с брыльевами. Да. Безусловно, ну, с брыльевами. Вон там, демоны. Или там, с рогами. Да. Какой страшный. Что, в таком вот можно прям жить нормально, до Германии 50 километров. Ой, больная. Безусловно. Такое л道о. Вернее. conc Viewers. They ночам. Like me, Ну а теперь я вам немножечко расскажу про набережную. Длина бульвара над Вартинским в Гожию и Великопольским 750 метров. От города он отделен исторической железнодорожной эстакадой. В 2004 году власти городу сообщили жителям о планах реконструкции прогулочного бульвара вдоль реки Варта. Начались работы по строительству правого причала. Эта часть бульвара, называемая западом, была остатком городской планировки довоенного ландсберга. Гуляя по бульвару, можно здесь увидеть то, что были созданы на тротуарной плитке карта мира и огромные трехметровые названия города. Также есть большие солнечные часы, мелководные бассейны, детские площадки и по всей длине бульвара кафе и рестораны. К нижнему уровню бульвар могут швартоваться небольшие кораблики. Кроме них, здесь есть постоянный обитатель, который пришвартован на постоянной основе. это корабль королевы Ядвига, который играет роль бар-ресторана. Ну, это же не человек. Ну, нет, это манекен. вечно загорающий. Бронзовый загар. мне прямо как-то страшно, он как живой. хи-хи-хи-хи-хи-хи. Неизгладимый эффект вызывает эпатажная фигура, установленная в 2015 году, которая называется Януш Гожевский. Януш, это чемпион по боулингу, придуман анонимным автором из Гожева. Авторами скульптуры стали Ева Кожубай и Ева Боне, которые сделали этот проект с основной частью Genius Fluminis. Скульптура была выполнена из полиэфирной смолы. Реалистичная скульптура, названная интернет-пользователями Януш Гожевский, стала популярной среди жителей и гостей города. Януш не боится плохой погоды, солнца или дождь. Ему по барабану. Он не покидает своего кресла, он сидит на нем в пляжных шортах и шлепанцах, без рубашки, читает газету. Януш постоянно теряет очки, это единственный подвижный элемент скульптуры, но он все еще бесстрастно читает газету. Неоднократно Януш повреждался вандалами и наконец-то он потом исчезал на несколько месяцев. Возвращению его на бульвар предшествовал забавный конкурс двойников Януша. Победителем конкурса был признан Газимеш Чамерский. По инициативе художественный центр Гожево на бульваре проводятся многочисленные выставки, в том числе плавающие. Сезонно с мая по октябрь особенно в дни Гожево на бульваре можно увидеть интересные художественные работы. А это, наверное, фонтан. Я представляю, как здесь классно летом. Солнечные часы звездные часы которые живут через машины при néбре выз tienes ́ Мы голубями. Субтитры создавал DimaTorzok 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 ДИНАМИЧНАЯ МУЗЫКА ДИНАМИЧНАЯ МУЗЫКА ДИНАМИЧНАЯ МУЗЫКА ДИНАМИЧНАЯ МУЗЫКА ДИНАМИЧНАЯ МУЗЫКА ДИНАМИЧНАЯ МУЗЫКА ДИНАМИЧНАЯ МУЗЫКА